Охранников больше, чем людей. И вот ходят, и тебя все время туда не пойди, туда не встань. Но в этот раз очень хорошо. В прошлый раз, когда мы были, на территории... Женщины не хочу, я с ними. На территории не было скамеечек, лавочек, даже где присесть. И там очень красиво стилизированы на полу стоят светильники, когда вечером они зажигаются красиво. Ну и, конечно же, они квадратная форма. И люди садились, ну и пробегали охранники. И все, встаньте. Ну, то есть неудобно совершенно, не для людей. Так это разговор к чему? Что правил больше, чем наслаждение, вот можно получить. То есть ходишь все время, и тебя могут... Это не так, это не так. Ну, насчет волос, это вообще цирк, смех. В Коране ничего не говорится о покрытости головы женщины. Это так. Поэтому подытожу, что место потрясающее, но любое место человек может использовать. Вот такие дела. Красота. Вот опять, никого нету. И начинается, что на каждом сайте, то есть на каждой стопе вы можете 4 минуточки только постоять. Вот. Никого нету, пустая. Но подошел и надо же в это рассказывать, что о том, что вы не можете только 4 минуты. Наверное, видимо, он засек и 4 минуты стоял, ждал. Честно? Вот лучше бы я сейчас на море побыла. Вот честно. Да, дергают все время. Мы ничего не нарушаем, туристов нет. Вообще пусто. 4 минуты. Там никто не хотел постоять. Пусто, пусто, пусто. Пусто. Вон две женщины только пришли. Так, пустота. Правила, правила, правила. Дверь открывается, мы заходим. Снова сканировали наши коды. Good morning. Это просто немеряная красотища. Вот. Эта люстра украшена кристаллами Сваровски. Сусальное золото также входит. Это и здесь драгоценные, полудрагоценные камни. Зунами еще идут две женщины, поэтому тормозить нельзя. Очень красивый зал, но раньше здесь вообще просто было все так. Заходишь. Наташка фоткалась, ей помешало. Good morning. Раньше просто заходишь и просто ходишь. Много-много людей. Толпы такие. А сейчас вообще никого нет. Я в шоке. Хотя, с другой стороны, туристов тоже нет. А резиденты такие, как мы, которые здесь работают и долго находятся, уже давно побывали. Мы тоже. Мы второй раз уже здесь. Здесь часы, которые показывают время. Конечно же, сначала в Мекке, потом еще где-то. Еще где-то в арабских странах, которые очень символизируются с исламом. Значит, идти снова можно только по дорожке. Мы с вами идем тоже только по дорожкам. Мы сейчас будем заходить. Что-то тут ленточкой перетянуто. Ага, сюда нельзя, значит, нужно вот туда вот. Я уж хотела проходить. Ой, какая же красота. Давайте на люстру полюбуемся еще раз. Ну, я не думаю, что камера все передает. Конечно, классно бы приехать и увидеть все это своими глазами. Так и желаю вам всем приехать, увидеть все это своими глазами. И входим в главный зал. Здесь идет самая большая люстра. Я думаю, тут 2010-го это была самая большая люстра в мире. Украшена просто безумными кристаллами Сваровский. Но это и есть самая большая люстра в мире в мечети. А, по-моему, в Катаре сейчас есть люстра, которая больше, но она стоит не в мечети. В отеле, наверное. Также хочу показать вам, обратить ваше внимание на ковер. Ковер здесь ткали, по-моему, больше тысячи работников. Здесь просто какие-то космические узоры. Знаете, по нему раньше можно было ходить. Теперь, наверное, не пускают в результате коронавируса. Наверное, это правильно. С другой стороны, ковер не вытаптывается. Сейчас просто смотрим, наслаждаемся. Вот сейчас приближу вам, кстати, на арабской вязи. Здесь написаны, по-моему, сто имен Аллаха. И все эти вот имена оформлены в золото. Сусальное золото. Здесь сусальное золото, кристаллы. Великолепное строение, мечеть. И очень-очень много охранников. Буквально сейчас каждые 10 метров нас направляют, не разрешают стоять. Ну, в общем, осмотр мечери так много времени не займет в таком случае. Вот. Еще раз насладимся люстрой. Это просто какой-то шик. Еще в двух залах есть поменьше люстры. Вот. В одном зале. И во втором. Сейчас переведу. Мы когда-то прогуливались там. Я сидела, писала записки. Кстати, можете почитать все это на моем сайте. travelromashka.com Ну, всегда оставляю приписочку внизу. Что я вам могу сказать? Это красиво. Это достойно посещения. Просто будьте осторожны. Соблюдайте правила страны, ислама. Посмотрите, какая красота. Это все натуральные камни. Это все натуральные камни. Они объемные даже. Полудрагоценные. Ручками человек все делает. Эту красоту. Это одна из люстр. Камни сфоровские. А посмотрите на эти ворота. Мы заходим в главный зал. Молитвенный. Сейчас все закрыто. Не пускают сюда. Good morning. Самая большая люстра когда-то была. Пару лет назад. Самая большая люстра. Но это не важно. Тоже ковер. Сотканный вручную. Единое полотно. Но понятно, что у него все где-то соединяется. Раньше сюда можно было на территорию заходить. Красиво. Охранники все смотрят. Не дай бог что. Еще раз попытаюсь показать вам люстру красивенную. Арабские вязи. Все из золота. Это потолок безумной лепки. Просто класс. И куча охраны. Смотрите на эти цветы. Они не живые. Но это красота. Это объем. 3D. Это не просто как на колонах. Оно идет вместе. Здесь оно выступает. Как живое. И уходят, уходят, уходят к небу. Какой купол. Какой купол. Сказано. Соблюдать все правила. Это красота. Конечно, если есть возможность, нужно побывать, увидеть, отдохнуть. Даже те минутки, которые тут на каждом месте по 4 минуты, разрешаются побыть. Очень красиво. Очень красиво. Думали, пойдем по кругу, но мы возвращаемся сейчас уже по другому пути, по другой веревочке. Сейчас посмотрим, сможем ли мы посмотреть еще что-нибудь. Допустим, могилу шейха Заида. Показать вам сувенирный магазин. Сейчас посмотрим, посмотрим. Нет, вот женщины завернули. Мы вроде как за этими женщинами идем все время. Или они за нами. Так что сейчас сворачиваем вправо. Да, хорошо, экскурсия не закончена еще. Лава Богу, повезло. Как же красиво. Показываем вам воду. Красивые мотивы, моменты этой мечети. И снова, снова по красивым цветочным колоннам мы продолжаем наш путь. Сама мечеть окружена такой сетью бассейнов. И кажется, когда даже вечером, ну здесь тоже интересно, но вечером, когда подсветка и мерцание этой воды, вообще кажется, что эта мечеть плывет. То есть с одной стороны небо, с другой стороны вода. И она парит в этих двух стихиях. Красиво. Умно и красиво сделано. Еще один зал. И каждый раз при заходе в залы у нас сканируют эти QR-коды, билеты. Снова красивая мозаика. А снова очень много охранников. Надо сказать, 90% из них очень дружелюбные и помогают. Тут говорят, здравствуйте, спасибо, до свидания. Один мужчина на русском говорил, здравствуйте, спасибо, до свидания. Говорит, о, вы с Украины, как дела, приятно. Ну, процентов 10 охранника очень строгие и дергают нас, если волосы выпадают из-под шапочки. И снова смотрим часы, где время, важное время для Эмиратов. На европейском не озвучивается, только на арабском и само время. Да, наверное, Наташка говорит, это время молитвы, возможно. Так вот, ага, вот. А теперь смотрим зал во всей красе. Там мы стояли напротив третьей люстры, точнее, напротив средней люстры, самый большой. А сейчас мы зашли в этот зал, в котором еще пять лет назад мы спокойно ходили, гуляли, сидели, люди молились. Сейчас молитвы не происходят здесь. Не разрешено, потому что коронавирус, как вы знаете все. И все мы от этого страдаем, конечно. Вот. То есть по бокам люстры поменьше, и центральная люстра самая огромная. Я вам ее показала за пару минут до этого. Здорово, что хотя бы так можно посмотреть, потому что мы прочитали, что зал закрыт, и мы очень расстроились, что мы вам это не покажем. Снова обращая внимание на ковер, который ткали тысячу или тысячу двести человек. Работала куча ткачей, людей, рабочих. Даже мне нравится. Я всегда в Турции отказывалась от экскурсии, поездка на завод ковров. Но этот ковер самый большой в мире, по-моему, он самый большой в мире признан, и ткала его, ой, иракская компания, по-моему. Ну, если не права, напишу в субтитрах, конечно же. Красота. Ковер. Натуральный ковер ручной работы. Конечно, есть цифры, какого он размера, каких масштабах, сколько узелков на нем, и так далее, и тому подобного. Но узор. Такой красивый узор. Это красота. Водишь по нему? Наверное, как по облакам. Но мы не знаем, как там на облаках. У нас и здесь хорошо. Очень красиво. Такой молельный зал. К сожалению, сейчас он закрыт для посетителей. Но все для безопасности. Три больших люстры. Камни Сваровского. Блестят вживую, конечно, непередаваемо. Но сель человеческая сделала красоту. Нам охранник рассказал про часы. Наташа, что он рассказал? Молитва всегда совершается пять раз в день. 6.20 – это не первая молитва. Это восход солнца. Показываю. Вон шуруп. Это не первая, это просто восход солнца. Дальше. Первая молитва идет в 5.06. Ага, интересно. Потом 12.09. 3.24 было. 3.24, 5. 5.52, он же заход солнца. И 7.06. 5.05, 3. Вот я не знаю, наверное, все. Да, 5.05, 3. Месяц, 1442 год. Это сейчас по мусульманскому календарю. Такой год. И по христианскому, и по григорианскому, и по юлианскому. У нас сейчас пиле. Это 20-й год, 22-го десятого. Вот поэтому 6. Но молитва в пять раз в день. Понятно, здорово. Вот такие дружелюбные охранники есть, ребята. Спасибо большое вам. Вот он нам рассказал. Спасибо большое. Спасибо, Платир. Пожалуйста. Витражи какие на стеклах. Это ворота. Нет, это стабильное, стационарное стекло. Но, в принципе, на всех воротах все входные двери раздвижные. Они украшены вот такими узорами. Здесь резьба по... Резьба называется? Я даже не знаю, как правильно. Но по стеклу. Ручная работа машины. Но без человека все равно не обошлось. Очень красивые цвета подобраны, как мозаика. Ой, красиво, красиво. И это белый мрамор. И мрамор. Работа по мрамору. Очень красиво. Здесь уже цветок. Серединка янтажно-золотая. Стены, опять же, украшены каменьями, полудрагоценными. Какая разница? В принципе, все природное. Здесь уже плоский рисунок идет. На стенах. И выходим в большие ворота. Тоже тут, в принципе, везде. По 4 минуты можно сейчас пребывать. Раньше, конечно, время никто не ограничивал. У людей было масса, море. Ну, какая-то прелесть даже в этом есть. Да, никого нет. Ощущаешь себя вообще замечательно. Выходим? Прям королевны. Выходишь. Все, те дверки открыли. Спасибо сказали. Нет, все-таки... Дерево. Мы думали, что это магнолии. Но, честно, думать-то можно, но они не похожи на магнолии. И это дерево, насколько я знаю, называется франжипани. Очень много оно здесь популярно. И много таких деревьев. Сейчас период цветения. Очень красиво. Жарко и красиво. Так, куда нас сейчас направят? Тут мы уже все закончили, видимо, осмотр. Куда-то нас направят. Все. Вот вышли мы снова из прохладного хола. Жара сейчас такая, что вам передать не могу. А мы в шапке, в масках. Покрыты полностью с рубашками, с рукавами. Очень жарко. И сейчас нам сказали, что могила шейха Заида открыта. Это единственное место, которое мы не посетили в прошлый раз. Все. Сейчас идем, посмотрим могилу шейха Заида. Вот сказали нам, чтобы мы не парились по жаре. Хотя я сначала дать машинку. Видимо, машинки не было. Нам надо было идти минут 20. А мы уже все просто, все просто потные. 40. No? Sorry. Оказывается, если на этот пол становишься, снимать нельзя почему-то. Не знаю. А вот в одном метре уже можно. Жара такая, что чуть с ума не сошли. Поэтому мы прошли прямо к мечети шейха Заида. К мечети. Sorry. Мы в мечети. Мы прошли прямо и идем к могиле шейха Заида. Нас направили. Сказали туда идти. И, кстати, да, в принципе, похоже на мавзолей для шейха Заида. Потому что одного цвета с мечетью купола. Жарко невероятно. Ох, вот мы уже нагулялись. Спасибо, нам машинку вызвали. Уже едем к выходу, потому что жара дикая просто. Рекомендую вам посещать все-таки в зимние месяцы. Декабрь, январь, февраль. Goodbye, thank you. Нет, здесь ребята все дружелюбные, все классные. Ну, процентов 10 только охранники, которые вредные. Ну, бывает, ничего не поделаешь. Так что вот мы с вами направляемся к выходу. Всем машем. У всех все спрашивали. Могилу шейха Заида снимать запрещено. Я случайно сняла кусочек. В том крыле, оказывается, вообще запрещено снимать. Ну, ничего страшного. Скажем так, могилка очень простая. Вообще ничего. Земля. Кусочек гранита стоит. Вот камень. Все. Никаких бриллиантов, ничего нет. Вот мы уже заканчиваем нашим. Но могила простая. Действительно, земля присыпана. Мрамор сделан. Значит, это табличка. На табличке ничего написано. Но вся могила обрамлена ныне мечетью из Брамора. Да, мечеть мы показали. Мечеть показали. Очень похоже на эту мечеть. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Have a nice day. Bye. Все, мы уже приехали на месте. В те ворота, с которых мы приходили. Зашли в туалет. Как обычно, стараемся показать. У нас также туалеты. Теперь смотрим, какое шикарное убранство. Спросили у девочек-уборщиц, можно ли снимать. Они подумали, сказали да. И спрятались в дальней кабинке. Так что... Наташка говорит, ближе подходи. Тут такое освещение, что может не передавать. Ну, красивые лампы. Так хрустально. Да. Это не хрустально? Не хрустально. Сделано вообще очень классно. Действительно, сделано. Смотрите, краны. Мыло есть. Как всегда, бумага туалетная есть. Кран через один работает, как и кабинки. Смотрим, да? Одна кабинка красной закрыта, одна кабинка зеленой открыта. Вот, девчонки здесь спрятались. Все равно спасибо им, что разрешили снимать. Очень нравится туалет. Туалет просто нормальный. Смотрите, всем хватит места. Не надо стоять никакие очереди. Туалеты в Эмиратах всегда бесплатные. Всегда есть туалетная бумага. Большие салфетки лицо вытереть. Мыло, вода, холодное, горячее. Всегда все есть. Так что, вот такой вот туалет здесь в мечети. Заходите. Вот мы и посмотрели сегодня мечеть. Великолепную мечеть. Великолепное строение. Мечеть Шейхазаеда в Абу-Даби. Я надеюсь, вам понравились наши рассказы. Будьте осторожны с правилами. Всегда читайте. Готовьтесь к визитам. Готовьтесь, что скоро корона закончится. Что мы все начнем путешествовать, встречаться, видеть друг друга. С вами была Ольга Романова. Также Наташка. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Всем спасибо. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok